А вообще быть энергонезависимым — это реально? АЭС как путь к энергонезависимости — это, в принципе, в мире используется. Продукт жизнедеятельности атомной электростанции называют ядерными отходами, хотя это не так. Нам, например, построить какая-то другая страна, она будет там управлять. Задачей того же вендора будет то, чтобы они обучили специалистов работе именно на их реакторе. Все используют казахстанский уран, а для себя вы его не используете. Говорим, да, ну, как бы потихонечку в этом направлении двигаемся. Хиросиму и Нагасаки разбомбили даже после капитуляции Японии. Здесь напрямую идут призывы, знаете, такие, которые опираются на ложные факты. Это всякие майнинговые фермы появились, и это они... Сейчас появилось большое количество электромобилей, которые нужно заряжать. Казахстан действительно готов сделать правильный выбор, когда будет выбирать поставщика. Выбор поставщика – это конкурсная процедура, своего рода тендер. Господин Джакишев, он же тоже не последний человек в этой отрасли, но он почему-то открыто прям вот против АЭСа выступает. Почему сталкивают лбами разные методы генерации? Почему там, я не знаю, ВИИ выступают против АЭСа? Друзья, мы продолжаем дискуссию вокруг атомной электростанции. Вы знаете, последние два года Лос-Медиа ведет активное обсуждение по данной теме. Мы писали уже разных спикеров. Я писала, вот я помню, Асета Наурсбаева, который категорически против АЭС. Мы писали энергетиков, мы писали вот тех, которые вот за АЭС. В общем, дискуссия ближе к референдуму все такой вот, все активнее. Но я думаю, что, в принципе, данная дискуссия оправдана. И на самом деле людям надо разъяснять, объяснять, зачем нам АЭС, какие есть последствия, в чем мы выиграем, в чем мы проиграем. Разные, конечно, есть сейчас теории, но в любом случае мы посчитали, что дискуссию надо продолжать. Конечно, я предлагала проводить и дебаты, но, к сожалению, на дебаты пока нет конкретных сторон. Но в любом случае я считаю, что хотя бы подкастами вот эту информацию давать. И сегодня я пригласила на запись вот председателя Ассоциации развития атомной индустрии Тухтаров Алдиар Нурланович, Алдиар Мрза. Добро пожаловать. Конечно, у всех свои интересы, у всех свои взгляды. Конечно, мне бы уже больше хотелось бы, чтобы мы говорили уже более детально, более конструктивно, да, вот этих без всяких разных эмоционально составляющих моментов. Поэтому я хочу, чтобы вы сегодня меня убедили, да, потому что я тоже не раз выступала там против АЭС. Даже не сколько против АЭС, а сколько вот у всех есть большой страх, что это может оказаться завтра Росатом. АЭС — это вот как минимум навек, да, это примерно на 90-100 лет же работает АЭС, да, и поэтому не хочется ни от кого зависеть. При этом хочется и в энергетике ни от кого зависеть, да, при этом и от России мы не хотим зависеть, мы хотим вот как-то вот, как мы говорим, свой путь. И может ли быть АЭС вот тем самым решением, как вы думаете? И вообще в чём ваша уверенность в том, что вот это вот АЭС сейчас вот нам нужно? Давайте постараемся по вашему заданию поговорить, постараемся и вас убедить, и, возможно, в принципе, рассказать просто о преимуществах. Вопрос действительно, который стоит обсуждать, и спасибо за приглашение. Начать с того, что зачем АЭС, то вопрос стоит, ну, наверное, несколько здесь есть векторов. То есть мы много говорим про нашу энергонезависимость, про энергодефицит, который у нас формируется. А вообще быть энергонезависимым — это реально? Конечно, реально. То есть мы довольно долгое время были энергонезависимы. То есть мы ниоткуда не приобретали свою энергию. И топливо для своих электростанций мы приобретали у себя, внутри Казахстана. АЭС как путь к энергонезависимости — это, в принципе, в мире используется как один из основных источников генерации, который обеспечивает эту энергонезависимость. Также, если говорить не только про электроэнергетику, есть там вопросы производства чистой энергии. То есть той, посредством которой не будут в дальнейшем накладываться дополнительные аналогии, если казахстанская продукция будет уходить, скажем, в Европу. То есть здесь точно так же. Но Европы у нас же не так много. Мы же Казахстан как экспортер страна. Здесь не скажу, например, если мы говорим про какие-то наши продукции, то она, я знаю, например, металлы, нефть — это все то, что поставляется в Европу в очень больших количествах, и тот же самый уран. То есть если мы говорим про карбоновые налоги, и вся эта продукция попадает сразу в группу риска. А что такое карбоновые налоги? Это то, что сейчас западные страны рассматривают в каком-то скором будущем. Накладывать на ту продукцию, которая была произведена при использовании энергии, которая генерирует большое количество углеродных выбросов, то есть углекислого газа. Ну, конечно, сразу здесь идет, в первую очередь, это угольная генерация, на которую опирается наша энергосистема. Наверное, про декарбонизацию уже много кто говорил. Там это действительно один из важных тезисов. Но такой один из основных, который, наверное, я бы хотел рассказать или остановиться, это то, какое воздействие это имеет, в принципе, на общество, на промышленность и на развитие наших внутренних компетенций, то есть наших кадров, качества наших кадров и вообще нашей способности производить серьезную продукцию, то есть продукцию серьезного передела с высокой добавленной стоимостью. И именно это те вещи, которые «Атомка» и по всему миру решает, и для Казахстана уже сейчас решает, тоже мы стоим на пороге нового этапа. Если у нас этот проект пойдет дальше, тогда для Казахстана намного больше шансов будет занять свое место. И вы прям верите, что Казахстан сможет создать высокотехнологичное производство в области атомной энергетики? Я не просто верю, я это знаю. Основываясь на что? Сейчас вот как можно это прогнозировать? Это основывается на тех вещах, которые мы уже делаем. То есть Казахстан уже производит высокотехнологичную продукцию. Помимо урана, который мы добываем, то есть у нас, кажется, три года назад запустился завод тепловыделяющих сборок. То есть это уже не сырье, которое мы добываем из-под земли, которое, опять же, невозможно заменить, и Казахстан здесь занимает лидирующую позицию. Но и мы занимаемся фабрикацией топлива, что является конечным продуктом для атомных электростанций, топливом. И это уже результат определенного трансферта технологий в Казахстан и того, что мы смогли у себя построить такого рода предприятие. И успешно его поставляем за рубеж. Здесь также у нас есть довольно сложные проекты. Это в Национальном ядерном центре достроили прототип реактора ядерного синтеза «Токамак», который сам по себе является довольно сложным объектом, и который наши производственники, наши ученые смогли достроить там, в Курчатове, и его будут использовать для проведения научных исследований в рамках проекта по ядерному синтезу. Это проект, так называемый, супернауки, то есть энергии будущего, ядерный синтез, который от деления ядра, как сейчас генерируется атомная энергия, осуществляется тем, что ядра соединяются, и при этом выделяется очень много энергии. А отходы куда? Это же ядерные отходы считаются, они же очень опасны в целом. Ядерные отходы, смотря что мы называем отходами, то есть очень часто продукт жизнедеятельности атомной электростанции называют ядерными отходами, хотя это не так. Но это же в мире так называют, отходы, а не ядерные. Это называется отработавшее ядерное топливо, то есть то топливо, которое заходит в атомную электростанцию, потом оттуда выходит. Но оно же радиоактивное? Оно, конечно, радиоактивное, и по нему есть определенный процесс его хранения и переработки. То есть то же самое ядерное топливо может быть повторно использовано после определенной переработки, и его можно обратно в цикл ставить, то есть обратно загружать в атомные реакторы. Но отходы же все равно будут. При этом отходы, которые будут, вообще в атомной энергетике, наверное, такое беспрецедентное отношение к отходам. Каждый грамм отходов ядерного материала, он документируется. Хорошо, документируется, проверяется, там МАГАТЭ под контролем держит, окей. Но вот физически куда эти отходы пойдут? Хорошо. На каждой атомной электростанции стоят свои хранилища, в которых после уже отработки этого топлива оно там хранится. Это будет безопасно? Абсолютно безопасно. То есть это как уже в мире сейчас работает, сейчас работает порядка 415 реакторов, кажется. И на каждом из них формируется это. То есть и это происходит и в тех странах, которые мы любим смотреть, ориентироваться, на западных странах. То есть и это процесс, который всегда есть. То есть эти отходы через свой процесс проходят. Охлаждаются, точнее отходы или отработавшие топливо. Я это говорю, как вы говорите. И после чего передаются на долговременное хранение. У нас в Казахстане уже хранится отработавшее топливо с реактора БН-350, в Ахтау, который работал. И в Курчатове стоят транспортно-упаковочные комплекты, внутри которых и лежит этот отработавший топливо. А людям вокруг можно жить? Это не опасно? Жить, вы говорите, возле атомной электростанции или возле отходов? Нет, вот отходы где захоронены. То есть, в принципе, у каждого хранилища отходов, у него есть свои регламенты. И, ну, если мы говорим про то, которое хранится в Курчатове, то там особо выделенная зона, возле которой люди не живут. Но, опять же, там в соответствии с определенными регламентами, которые я сейчас там не скажу, что, например, 30 метров там нельзя рядом находиться. Или жить, находиться-то можно. Тут скорее идет такое, что есть специализированные хранилища, которые занимают, на самом деле, очень мало места. Очень мало места. Один гигаватт с электростанции, он производит порядка 50 кубометров отходов в год. Это совершенно небольшие объемы. И что хотелось отметить, оно в атомке очень и очень серьезно к этому относится. То есть, например, в том же Казатомпроме есть специальный департамент, учета и контроля ядерных материалов. То есть, специальные люди, которые получают за это зарплату, постоянно ведут наблюдения. Я как-то, знаете, видел одного из противников, кажется, это вот вы назвали Асет Новорсбаева, кажется, он говорил то, что вот атомная генерация, она производит горы радиоактивных отходов, а в ВИЭ они такого не производят. И там, скажем, которые отходы от солнечных или ветряных электростанций можно просто выбросить в пустыню, и ничего с ним не будет. В атомке никто даже не представит то, что можно что-то выбросить в пустыню. То есть, здесь настолько ответственные отношения. Это понятно, вы знаете, я думаю, что... Вот вы хотите, чтобы так оставалось? Чтобы мы вот ничего, чтобы так бардаки или раздолбать не жили? Наверное, должна быть какая-то последовательность должна быть. Хорошо. Чем мы это можем? Как мы можем к этому прийти? Ну вот я у вас спрашиваю. Давайте, я могу ответить на это. Я вот сейчас говорил то, что с работой с отходами она ведется очень ответственно. И это, в принципе, качество как бы не просто всей мировой атомной энергетики. В Казахстане то же самое. Те предприятия, Казатомпрома, очень серьезно относятся как к стандартам безопасности, как и вообще к регламентам, к любым, и там их соблюдают как закон. То есть у нас уже есть предприятия, на которых вместо раздолбайства или вместо бардаку нет. И через что мы можем прийти вообще в принципе в обществе, чтобы было, скажем, неприятие такого, как не через атомку? Потому что у нас уже успешно это функционирует, и это на мировом уровне оно соблюдается. Давайте тогда пример другой приведем, если не про Казахстан, а про другие страны, где успешно функционирует атомная энергетика. Это Аргентина. Мне очень нравится этот пример. В Аргентине тоже АЭС, да? В Аргентине очень серьезно развита своя ядерная программа. Там свои АЭС работают так 2, 3, 4. А Аргентине кто строит АЭС? Аргентинцы, изначально у них были по немецкой технологии, по канадской, но потом они еще сами строили. Представьте, что мы в принципе, знаете, ментально очень много схожего у нас есть, как вы сейчас назвали, и какая-то безалаберность, и коррупция. Я тоже не вчера родился, потому что и в Казахстане довольно много поработал, то есть и со многими вещами сталкивался. Там аналогично. Сейчас у них там довольно серьезные экономические проблемы, но то, что говорят сами аргентинцы, говорят, нам атомка очень сильно помогает. Во-первых, потому что она поставляет кадры, которые развиваются, скажем, не только в атомке, но и в других отраслях, которые несут те принципы и ценности, которые в атомке приобрели. И опять же, очень много схожего у нас. Мы, я не знаю, мясо любим есть по территории, а не восьмые, мы девятые. И здесь уже есть успешный кейс такой, не мировой супердержавы, развивающейся страны, как Казахстан, с очень большой территорией, которая свои технологии разрабатывает. Они разрабатывают сейчас, точнее, строят маломодульный реактор. То есть это вообще новое поколение. Кстати, сейчас говорят, многие на маломодульный переходят, даже Америка. Америка очень много денег инвестирует в маломодульный реактор. А почему мы не можем маломодульный построить? Здесь, знаете, есть много факторов. Для Казахстана они, конечно, хорошо подходят. То, что у нас большая территория, и их можно разместить в разных местах. Я очень надеюсь, что развитие ядерной программы в Казахстане, оно на следующую ступень пойдет, может быть, к маломодульным реакторам. У нас есть один принцип. Раз весь мир уже на маломодульный переходит, он еще не переходит, видите, разрабатываются технологии, но еще нету, вот есть плавучие электростанции, и в Китае там, скажем, есть, но у нас есть принцип такой референтности, то есть те технологии, которые уже в мире работают, то есть те реактора. И сейчас мы рассматриваем этому крупный реактор, то есть крупную атомную электростанцию более традиционного вида. По маломодульным, это, наверное, знаете, я люблю очень эту тему, и по ним можно очень долго разговаривать, там очень много интересных моментов. И по самим реакторам, по их системам безопасности, по топливу, которое в них используется, это действительно очень многие прикладывают туда усилия. Я бы хотел, чтобы Казахстан сам включился в развитие этих технологий. Но видите, кто их разрабатывает? Те, у которых уже есть большие реактора, те, у которых есть опыт работы на этих больших реакторах, и здесь целый кластер развивается из-за того, что есть такой крупный проект. А у нас будет этот кластер развиваться? Мы же не будем сами строить. Нам, например, построит какая-то другая страна, она будет там управлять. Те же нам, например, обещают, вот тысячу рабочих мест будет создано, даже нет гарантии, что это будут наши казахи, вдруг это будут опять иностранцы. Это, я думаю, хороший вопрос, на который стоит развернуто ответить. Да, ну то есть если, ну конечно, это классно звучит, вы когда говорите, вот там атомный отрасль как кластер развивать, там кадры выращивать, это всё звучит очень круто, но на самом деле как это будет выглядеть? Давайте сначала тогда начнём, потому что вы задали вопрос про кластер. Кластер у нас уже есть. Он из себя представляет добычу урана, он из себя представляет фабрикацию топлива, он из себя представляет научную деятельность. Национальный ядерный центр, который проводит научные исследования, и довольно серьёзные, то есть они для тех же японцев там делают исследования, для проекта по Фукусиме. Есть институт ядерной физики, который не только наукой или обучением занимается, он ещё и производит медицинские продукты, то есть радиофарм препараты, изотоп, которые используются для диагностики и лечения рака, например. Я уже второй раз это слышу, это в Алмате, да? Это в Алмате, посёлок Алата, возле Алматы. Они закрыты или можно туда поехать, например? Ну, я думаю, если вы запрос ведите, он не откажет. Там они, в принципе, и проводят экскурсии, можно подойти прямо к самому исследовательскому реактору, который нарабатывает эти изотопы. И они даже недавно начали экспорт этого. То есть после ядерного топлива второй по величине рынок, это рынок радиофарм препаратов в атомной отрасли. И здесь у Казахстана тоже есть возможности развиваться, учитывая, что у нас уже есть это производство, у нас серьёзно развивается ядерная медицина. К чему я это говорю? То, что кластер, он существует, но чего у нас нету, это атомные энергетики. У нас ещё есть специалисты, которые работали на МАЭКе. Они сейчас работают в других каких-то предприятиях отрасли. И чего нам, скажем, не хватает, это как раз атомной генерации. То есть даже когда с иностранными коллегами разговариваешь, те же закупщики ядерного топлива, они говорят, у вас такая позиция, вы настолько мощные, у вас такие рычаги есть на рынке, что вы поставляете 40% мирового урана. Он из Казахстана идёт. И этот уран идёт, чтобы обеспечивать рост развития всех стран. Супердержав мировых, Штаты, Китай, Индия, Франция. Все используют казахстанский уран, а для себя вы его не используете. Говорим, да, ну, как бы потихонечку в этом направлении двигаемся. И действительно, энергетика — это же конечный продукт, на который Казахстану совершенно естественно выходить на этот новый уровень. Потому что у нас есть цепочка, которая идёт до этого. Ну, давайте чуть-чуть про ядерно-топливный цикл поговорим. Уран — это первое звено ядерно-топливного цикла. Потом идёт конверсия. Конверсию в Казахстане не делают. Это перевод урана в газообразное состояние. Это где делают? — Конверсионные предприятия большие есть в Штатах, в Канаде, во Франции, в России, в Китае. Ну, основная торговля рыночная торговля ураном происходит в Америке, в Канаде и во Франции. При этом у нас есть технология конверсии. То есть у нас есть документы, по которым мы можем построить конверсионный завод. Его целесообразность экономическую ещё рассматривать нужно. Потом идёт обогащение урана. То есть конверсия — это когда уран из твёрдого состояния перевели в газообразное, в гексавторит урана. Потом этот гексавторит урана уже загружается в центрифуги для обогащения урана. Он в газообразном состоянии, крутятся они и выводят уран-235 до определённого процента. То есть обогащение урана. В атомной энергетике используется низко обогащённый уран до 5%. К слову, оружейный уран — это порядка 90-95%. И к обогащению у нас тоже есть доступ. То есть у того же Казатомпрома есть доступ к обогатительным мощностям в России. Есть контракт по особым условиям. За Казатомпромом есть возможность купить определённое количество единиц разделительных работ. Кажется, 2,5 миллиона — это те единицы, в которых считается обогащение. Уже оттуда, когда обогащённый урановый газ вышел, привозится как раз в Казахстан на Ульбинский металлургический завод, где этот газ переводят в твёрдое состояние обратно. И эта технология у нас есть. Много говорят же, что таблетки производят в Казахстане. Для Советского Союза производили таблетки. Вот как раз на этом заводе у нас есть такие возможности. Обратно газ переводят в металл, точнее, в твёрдое состояние. Из него формируют таблетки. И эти таблетки как раз переходят в конечную свою форму в тепловыделяющей сборке. То есть их собирают, в трубки засовывают, эти трубки в решетки ставят. И потом это загружается в реактор. То есть в Казахстане это всё есть. У нас есть возможность, сильная позиция того, чтобы мы ещё сильнее развились. В мире многие страны, которые вообще не имеют никакого отношения к атомной сфере, они развиваются. У Турции ничего не было. Есть Ганна, которая сейчас хочет. В Африке Ганна, которая хочет у себя ядерный реактор. Но в то же время Германия, например, они отказались от ТАИС. Да, давайте про Германию. Германия, кажется, пару месяцев назад выступал министр экономики Германии по их телевидению. И он по их телевидению сказал, да, отказ от атомной генерации, за которой я был в своё время, был продиктован чисто политическими причинами и не имел под собой каких-то соображений безопасности или экономических соображений. Ну, Меркель же говорила, это наоборот, после Фукусимы пронятые решения. Партия Зелёных в своё время, она провела это. И вот недавно как бы их там спикер высокого уровня это подтвердил. То есть сейчас, к сожалению, вот недавно видели, например, там, Volkswagen, там, основа там немецкой промышленности. Он собирается закрывать свои заводы в Германии, внутри самой ФРГ. И также много чувствуют себя там металлургические предприятия, производственные предприятия в Германии. У меня один товарищ, он в Германии, там, как бы, руководящего должен занимать на металлургическом предприятии. Он говорит, у нас просто страшное состояние с электроэнергетикой, мы не знаем, как работать. То есть она, во-первых, нестабильна, эта цена, во-вторых, она вырастает. И то есть когда отказались, она очень серьёзно выросла. И сейчас зависит от поставок газа, а газ торгуется по спотовым ценам, то есть он очень волатильный, меняется цена на него за короткий период. Ядерное топливо, в свою очередь, заключаются в контрактах на 3, на 5 лет, бывает на 10 лет заключаются. То есть ты знаешь, по какой цене ты будешь производить энергию 5 или 10 лет. Возобновляемые источники энергии, к сожалению, они нужны. При этом у каждого источника энергии своё применение. То есть основа у нас, которая была, уголь, это базовая генерация, которая может стабильно 24 на 7, от погоды не зависеть, дальше работать. Единственной заменой углю, притом ещё не делая углеродных выбросов, это может быть атомка только. В Германии, возвращаясь, я чуть-чуть ушёл в сторону, в Германии сейчас ситуация такая, что, к сожалению, они испытывают сложности со своей промышленностью, то есть промышленность, которая является энергоёмкой. Помимо Германии часто приводят, в пример, Италию. Италия в своё время отказалась, закрыла свои атомные электростанции. В этом году или в прошлом, в этом году они говорят, мы хотим вернуться к атомной энергии. Это сейчас такой общий мировой тренд, когда кто-то поспешные решения, возможно, сделал, то есть сейчас они стараются их нивелировать. В Германии тоже большое протестное движение было против закрытия атомных электростанций. Иностранные специалисты. Вот, иностранные специалисты, да, заявляют то, что при стройке будет порядка 10 тысяч человек задействовано. То есть, в принципе, традиционно, как это происходит в тех же... Недавно достроили там очень много разных электростанций. Отдельно отмечу одну в Эмиратах. То есть в Эмиратах привлекали местную рабочую силу. То есть они там не привезли всех корейцев, которые там были. Ну, про Эмираты окей, там она всё равно каким-то тем или иным образом иностранная для Эмиратов. Но этом соблюдается принцип того, что нужно прийти, натренировать тех специалистов, которые будут работать на этой станции, и чтобы они в дальнейшем сами оперировали. То есть задачей того же вендора будет то, чтобы они обучили специалистов работе именно на их реакторе. У каждого реактора свои нюансы есть и свой способ его оперирования. То есть, не способ, а там нюансы. И здесь будет стоять задача, чтобы наши обучились работе именно на этом реакторе. По поводу рабочей силы, то есть здесь задействуется большое количество людей и бизнесов. Если мы говорим, вы сейчас привели к примеру Улькен. Я недавно видел видео, которое вышло именно о жителях Улькена и об их отношении. Там действительно, правда, все ждут, они ждут то, что у них будет лучшая жизнь, и отдельно отмечают то, что у нас сейчас там счета за отопление, но очень большая цифра для них. И там люди на месте, они понимают, что этот проект принесет им только блага, и они не опасаются каких-то вещей, которыми там оперируют противники, так скажем. Люди, которые непосредственно на месте находятся, и которые, скажем, больше всего подвержены влиянию, какому-то там ни было позитивному или, как говорят, негативное какое-то влияние. Они на месте не боятся. А то, что у них будет работа, я думаю, что это, ну, вообще в этом сомневаться не стоит, потому что это АЭС, на который привлекаются специалисты. Возможно, будут, скорее всего, будут государственные заказы на подготовку специалистов и там обучение в университетах. Это можно будет использовать. Возможно, из разных регионов Казахстана будут туда приезжать работать. Но помимо тех, которые работают, скажем, на реакторе, небольшое количество человек относительно, которые, ну, непосредственно там физики-ядерщики или химики или инженера-механики, которые там работают. Есть еще большое количество бизнесов, которые обслуживают эту работу. Есть, ну, те же... Как бы завтра там не превратился какой-то закрытый город. Я был на нескольких электростанциях по миру. Ну, нигде не было того, что закрытый или заехать нельзя. Это вот, например, тот же самый ТЭЦ, который там возле Астаны есть. Это будет абсолютно открытый, абсолютно ничего не поменяется. Обычно в мире это является территорией с обычным пропускным режимом. Наоборот, будут там созданы какие-то гостиницы, магазины, там, отели, вот эти дела, да? Да, да. То есть это же будет точка притяжения в этом регионе. На атомных электростанциях на многих проводятся экскурсии. Просто записываешься и идешь на экскурсию. И еще, знаете, я вот хотела бы отметить, что нельзя из противников АЭС делать вот каких-то вот неадекватных людей. Я вот хочу здесь сейчас отметить, да, это нормально, когда есть противники. Есть люди такие, как вы, да, которые вот изнутри все знаете, видели. И как-то вот свое мнение говорите. Да, вот мне вот этот, хотелось бы, чтобы вот это была такая вот взаимопышительная дискуссия. Я с вами согласен. И, конечно, что к оппонентам нужно относиться с уважением. Давайте случай расскажу. Мы проводили мероприятие в университете. Проводилась открытая лекция для студентов. То есть мы организовывали такие мероприятия еще в ноябре прошлого года. Там приезжал один очень известный международный эксперт, который здесь, в Казахстане, находился. И мы сделали такое мероприятие. Отдельно сделали семинар для госорганов, где более специфичные вопросы задаются. Второе для студентов решили сделать. То есть, чтобы люди могли посмотреть на какие есть перспективы вообще в отрасли и как они могут дальше развиваться. Туда мы пригласили как раз Тимура Мефтаховича, Жан Тейкина. Он пришел, присутствовал. Потом была сессия вопрос-ответ. Без какой-то модерации или предварительной фильтрации студенты или те, кто находился в зале, могли задавать вопросы. И тех, кто искренне переживает и беспокоится, их видно. То есть они не говорят, например, лозунгами. Они действительно хотят для себя понять. Вот как вы сейчас задаете какие-то вопросы, у вас какое-то, может быть, понимание больше формируется. Так же и там был один профессор из университета. И он говорил, вот я против АЭС, я не хочу, чтобы у нас ее строили. Спрашиваю, хорошо, а почему? Вот задайте вопрос. Ну вот у меня вопрос по отходам, у меня вопрос по тому, как строить. И тот же Жан Тейкин, он сидел. И у нас затянулось, наверное, на дополнительно два часа, когда мы отвечали на каждый из вопросов. И действительно в конце человек сказал, ну вы так объяснили, теперь мне понятно, я, наверное, изменю свое мнение. То есть здесь, если даже люди из резко негативного переходят в нейтральное мнение или положительное, то это огромная победа. К сожалению, есть такое, когда оперируются очень эмоциональными тезисами, какими-то лозунгами. Вот этого, к сожалению, я, наверное, понять не смогу, когда приводятся какие-то ложные доводы. Поэтому надо, наверное, больше информировать, да, наверное, вот в этом смысле. Второе можно здесь договорю. У нас не очень популярно вообще поддерживать любую позицию государства. Опять же, некоторыми людьми. То есть очень много людей, которые, в принципе, поддерживают строительство АЭС. То есть таких много, просто они негромкие. Есть небольшое количество людей, которые начинают инициировать вот это обсуждение. Давайте теперь вот поговорим о энергонезависимости, да, вот как АЭС решит этот вопрос, если в интернете пишут, что это даст всего лишь около 10% от необходимой электроэнергии, да? Одна электростанция. Одна электростанция. Одна электростанция только. Построим больше, это будет больше. А не будет так, что весь Казахстан будет на этих электростанциях, и это же тоже нехорошо, разве нет? Давайте поговорим опять на пример. Получается только одна электростанция, это 10%. Это очень большой объем, который может закрыть один объект. Да, здесь рассматривается от 2,4 гигаватта до 2,8 гигаватта. То есть действительно это большой объем, который может закрыть один объект. Во Франции в свое время. А нам нужно сколько объектов? Что? А нам нужно сколько сейчас энергодефицит, на сколько процентов решить надо? Такие данные, то, что нам нужно ввести порядка 25-26 гигаватт новых мощностей. Там много факторов. Но опять, у нас растет энергопотребление. Энергопотребление и энергодефицит как бы рядом идут. В связи с чем это растет, я хочу понять. Короче, сейчас есть перечень из 30 инвестиционных проектов, 8 гигаватт, на которые нужно ввести. У вас сейчас появилось большое количество электромобилей, которые нужно заряжать. Они же недавно появились. И они тоже увеличивают энергопотребление. У вас, например, где-то в бедных странах, телевизора нет дома. То есть у них энергопотребление маленькое, а у нас, пожалуйста, у тебя телевизор, холодильник, все вот эти приборы, они все потребляют электроэнергию. То, что энергопотребление растет, это означает рост экономики в целом. Я вам могу рассказать такой опыт, который был там в других странах, успешный, который я знаю просто. Здесь к чему, наверное, стоит свести эту дискуссию, почему это у нас должно получиться. Потому что как раз те факторы, которые у нас существуют в атомке, я бы, наверное, не сравнивал их с другими отраслями. Потому что атомка, мы в ней очень серьезно развиты. У нас есть очень большое количество наработок, которые позволяют нам более, знаете, уверенно говорить о том, что эти вещи могут получиться. Например, я точно знаю то, что если у нас будет АЭС, то у нас есть все шансы, чтобы стать производителем ядерного топлива. И это ядерное топливо вообще поставлять уже дальше, развивать свои компетенции и дальше поставлять. Я уверен, потому что я видел очень много статистики какой-то, которая не только из мировых супердержав идет, из таких стран, как Аргентина даже, которая показывает, что ты начал с чего-то малого относительно, и потом ты уже развиваешь свою внутреннюю компетенцию. То есть здесь, конечно, нужно быть осторожным, но бояться не нужно. То есть с осторожностью, аккуратно подходить, свои позиции отстаивать в том, чтобы какие-то наилучшие условия для себя выделить. Но опять же, если мы здесь будем бояться, тогда в каких других отраслях мы это сможем сделать? Это 10% необходимой электроэнергии нам дает одна электростанция. Получается, нам нужно несколько электростанций. Абсолютно точно. Говорили о двух электростанциях, да, вроде бы? Два реактора на одной атомной электростанции. Два реактора на одной электростанции. Электростанции, это сколько будет? Уже 20% от необходимой? Именно что вот одна электростанция. Говорили в Улькен, потом даже, может быть, на Курчатове, вообще в Казахстане. В Курчатове и там в других местах. То есть это есть потенциал для их, ну, вообще в целом развития. Сейчас мы разговариваем, скажем, о строительстве одной электростанции. То есть, когда мы увидим то, что это действительно приносит свои блага, свои дивиденды, мы можем и дальше развивать. Уже после рассмотреть строительство следующей атомной электростанции, да? Конечно, да. Та же самая Турция, она достроила одну и сейчас сразу же начинает вторую строить. Здесь, про Францию, например, если сказать, она в свое время, в 50-е годы, точно так же у них было, что зачем нам это развивать? У нас же там, я не знаю, угольные, там есть какие-то электростанции. Но они это начали делать. У них сейчас 56 реакторов. У них 70 процентов, 70 процентов от Франции потребности покрывается за счет атомных электростанций. И они еще экспортируют в ту же Германию соседей. Мне говорят, вы знаете, во Франции 68 миллионов человек. А в Казахстане, типа, всего там 20 миллионов человек. У нас такое вот мизерное количество населения, понимаете, да? И, типа, вот это население, не можем обеспечить электроэнергией, да? У нас там дефицит и так далее. И, типа, это смешно. Ну, вот, говорят так. Сколько реакторов сказали в этом во Франции? 56. 56, во Франции 60, ну, 70 миллионов населения. Понятно. По реактору на миллион, так скажем. Значит, у нас как-то встанет, должно быть столько-то, да? Ну, хорошо. А вот еще, вот, смотрите, такая есть теория, что энергосистема наша способна выдержать станцию мощностью не больше 800 мегаватт, да? А тогда как то, что собирается у нас строить, это 1200-1400 мегаватт. Как вы считаете, это решит эту проблему? Если честно, не очень, может быть, понимаю, почему, ну, как бы не ответили еще на этот вопрос. На самом деле мы сейчас говорим о строительстве там вообще комплекса генерационных мощностей. Это сюда входят и атомные электростанции, сюда входят и угольные, и газовые, и возобновляемые источники, солнце, ветер, гидроэлектростанции. То есть, что это за собой дает? То, что введение новых мощностей, оно дает также и способность резервных мощностей, которые могут подключиться, а не подхватить в случае, вот, именно к этому кейсу, к которому вы обращаетесь, то, что подхватить в случае, там, каких-то чрезвычайных ситуаций аварий. Это, ну, такое, естественное развитие. Ну, здесь еще проще можно, наверное, ответить. 1200, скажем, говорят, то, что строить там электростанцию, реактор 1200, что мы не выдержим, что у нас ограничение 800. Когда стоит реактор на 1200, там можно поставить не турбину, которая генерирует как раз электричество, не на 1200, а поставить две турбины по 600. И именно какие случаи как раз аварийные? Это они касаются тех же турбин, которые могут выходить из строя. И вот, пожалуйста, у тебя внутри 800 помещается, то есть, одна турбина по 600. То есть, проще можно решение. Хотя, я не думаю, что у нас как раз вот очень острое ограничение стоит 800 мегаватт, тем более к 35-му году или к 34-му году. А теперь, смотрите, ну, мы все равно возвращаемся на один и тот же вопрос в конце. Это вот выбор поставщика технологии. Это вот, ну, мне кажется, это самый такой большой вопрос, который сейчас мы уже рассматриваем и Корею, и Францию, и Китай, и Россию. Как вы думаете, вот сейчас нашими реальными возможностями, вы думаете, что Казахстан действительно готов сделать правильный выбор, когда будет выбирать поставщика, да, или который продаст нам этот реактор, да, и снова не будет ли, что мы снова будем зависеть от этих внешних игроков? То есть, мы здесь хотим решить энергодефицит, да, а кажется, что мы завтра на один век, на сто лет будем зависеть от одного там поставщика. Поставщика технологии. Сейчас, чтобы, наверное, разграничить, стоит сказать, что сейчас стоит вопрос вообще там строить электростанцию или нет, и вопрос с поставщиком, он уже там определяться будет позднее. То есть здесь... Ну, если это сразу поставить, понимаете, вот вопрос такой, вот референдум, да, вот на референдум мы будем тратить 15-8 миллиардов тенге, да, если государство считает, да, вот есть научное, да, вот это вот сообщество, да, есть там атомщики, ядерщики, да, тогда государство, правительство там во главе господина Бектенова, да, они должны были сказать, вот у нас такой энергодефицит, вот у нас такая проблема, вот у нас такие риски есть, и мы решили строить АЭС. То есть за это строительство я лично, там, премьер-министр, да, несу ответственность, или там президент, несём ответственность, но нам нужно это строить, да, то есть, может быть, вообще не нужно было этот референдум проводить и на государственном уровне просто принять решение и нести ответственность за это решение, да, а получается так, что сейчас, типа, народ должен принять решение, да, а у народа, вот я ещё раз говорю, нет информации. То есть тогда надо было сделать ещё второй бюллетень, да, то есть, может быть, нужно ввести было два опроса, это вы за АЭС или против АЭС, да, третий, второй бюллетень, это вы за, как вот эти четыре страны обозначить, и пусть народ выбирает тогда уже и страну, понимаете, тогда, мне кажется, было бы правильнее, что ли. Либо, вот понимаете, да, первая позиция, либо вообще не проводить никакой референдум, вот это всякие вот эти лишние вот это отвлечения, да, народа, да, от всего этого, принять решение и делать, нести ответственность. Второе, тогда уже и народ, если решает АЭС строить будем или нет, пусть тогда и народ решит, кто будет строить, Корея, Япония, Франция, Китай, там, Америка, Россия, да, пусть народ решает, может быть, так надо было делать, как вы думаете. Вот мы с вами такие маленькие люди, давайте об этом просто поразмышляем. Поразмышляем, давайте. Очень интересный вопрос, и здесь на него, наверное, ну, простого ответа какого-то не будет, тем более, там, с моей стороны, который, там, не принимал решения, там, проведение референдума. Да, просто поразмышляет. Давайте поговорим про то, что вы сказали, там, готовы ли мы про поставщика и так далее. То есть, опять же, это, ну, сейчас стоит вопрос референдума, ну, выбор поставщика – это конкурсная процедура, своего рода тендер, то есть, в котором соревнуются. Да, в данном случае, там, у нас в шорт-листе, там, четыре поставщика, которых сейчас назвали. Знаете, наверное, это было бы немножко в невыгодное положение, там, страну нашу ставить, если народ выбрал какого-то поставщика. И все, он говорит, ну, все, у вас народ выбрал, вот, пожалуйста, вот вам реактор один за 10 миллиардов, мы больше не будем двигаться. Такая ситуация тоже возможна была бы. Поэтому выбор поставщика – это уже, ну, это действительно такой процесс, который, ну, там, вряд ли будет такой, что пройдет референдум и, там, скажет, ну, все, мы, вы, там, выбрали то, что строить АЭС, там, а тут выбрали сразу поставщика. А если народ проголосует, большинство против АЭС? Ну, тогда уж, все, это решение такое, я, конечно, пойду домой. То есть, зачем тогда рискует правительство, вот я же говорю, надо было просто самим предпринять решение без референдума. Какой-то общественно-политический вопрос, которым я, ну, только отношение не имею как гражданин. Да, это не к вам вопрос, да, ну, просто это мои мысли вслух, так скажем, да, можете не комментировать. Ну, просто есть же и такая вероятность, да, что возьмут и большинство против проголосует, и все. Конечно, такая вероятность. И не будет у нас экономического роста. Я пойду домой, там, поплачу где-нибудь, там, и все. Понимаете, да, ну, то есть, это очень серьезный вопрос, на самом деле, и мне кажется, ну, как-то вот так вот надо. Получается, теперь смотрите, если вдруг народ проголосует против, то АЭС строить не будут, если большинство проголосует за, то есть, это не означает, что после референдума сразу же будет выбор поставщика, это займет какое-то время, да, или как это будет происходить? Можете примерно рассказать? Конечно, то есть, это процесс. Процесс? Какой процесс? Да, когда, например... Будет открытый тендер? Конкурсная процедура, в которой подают свои документы и предложения свои уже. То есть, например... Но за все эти же последние два года этим же и занимается Министерство энергетики, я так понимаю. Проходила, так называемая, предварительная конкурсная процедура, в которой там подали свои документы и те, которые желают участвовать. Вот эти шорт-компании есть. Да, и сформировался шорт-лист. И здесь, ну, как это просто происходит в мировой практике? Это то, наверное, что я могу поделиться, рассказать. То, что подаются документы, садится группа из большого количества людей, привлекаются. Даже в Чехии недавно тендер прошел, но они привлекали других иностранных экспертов. Хотя Чехия — это довольно серьезная страна. А в Чехии кто будет строить? Корейцы. Корейцы. Да, там их выбрали как предпочтительного поставщика. То есть это не окончательное решение, но их выбрали как предпочтительного. Но комиссия выбирает в комиссии, конечно же, там иностранцы, независимые люди, да? А вот у нас какая комиссия будет? Вот мне интересно. Когда эта комиссия сформируется, если она там будет и об ней заявится, то есть буду рад еще раз встретиться и поговорить об этой комиссии. Ну да, мне кажется, там должна быть в комиссии тогда разные люди. Здесь садятся физики, эксперты, те же, например, кто по топливу, например, занимается, и они сидят и просчитывают экономику того, насколько, например, у той или иной стороны, которая подает предложение, выгодный этот контракт. Но это будет выгодность контракта учитываться будет, исходя из каких факторов? Из финансового? Там будут цифры решать, суммы решать. Например, Китай уже сказал, что мы готовы построить там сколько там? Вот здесь смотрите. У Китая самая наименьшая сумма сейчас, по-моему. Там они говорили, да. Они называли, кажется, стоимость, по которой они у себя внутри строят. Ну, у них действительно какие-то, какую-то цифру они называли. Здесь стоит смотреть на все вместе. Есть стоимость реактора, который, говорится, есть, но есть еще там контрактные условия, которые, например, те же поставки топлива. Китай сказал, за 5,6 миллиардов долларов готов построить и за 5 лет. Вот единственное, что вот Китай заявлял об этом. Я считаю, что это очень смело. Смелые заявления. И здесь опять стоит смотреть на все условия. Это, конечно, очень интересное предложение. Вот так вот должно быть прозрачно. Хотя бы предварительно, мне кажется, вот эти все четыре страна должны назвать. Мы готовы построить за такую-то сумму, хотя бы мы не говорим, технологию свою раскрывай. Сумму, за сколько время и сколько там местные рабочие будут, рабочие места не создадут. Ну, основной три момента. И я вам назову еще один момент. Это топливо. Топливо. И как его поставлять. То есть топливо – это то, за счет чего у тебя работает. И если возвращаться к вопросу энергонезависимости, тогда это один очень большой вопрос. Здесь вопрос локализации этого производства. То есть какие… Вы же сейчас сами мне говорили, что все нам привезут откуда-то. То есть, например, нам тоже стоит свои условия отстаивать. Это референдум позволит уже переходить на этот этап, чтобы начинать разговаривать о конкретных вещах. Здесь те же условия контрактные по топливу, те же условия по обучению, те же условия по локализации производства. И эти вещи очень важны. Не стоит смотреть только на реактор. Вот нам очень часто приводят пример. Вот Турция, Турция. Я там тоже в Турции была, да, вот где строительство. На какую? Да, я вот, я не знаю, последние два года я вот почему-то вот по АЭСу я активно была погружена. И вот я была вот в этом, где строится, да. Но там, извините меня, во-первых, где строит Росатом, там, например, без знания турецкого языка никто не имеет права работать. Это первое. Второе. Там государственные служащие, да, вот госслужащие, которые вот в этой энергетике, в атомной работают, они очень-очень жёстко работают с Росатомом, да. То есть они там с ними на таких жёстких ТЗ у них чёткое. То есть вот это, я вот это увидела, да. Я думаю, это всё должно быть опубликовано, всё должно быть чётко там регламентировано, техническое задание должно быть чёткое, да. Поэтому вот этот момент очень важный. И вот в таких моментах наши должны, вот наш национальный интерес, да, это же и вопрос безопасности, и вопрос там, ну, очень такие, да, моменты есть. Согласен, то, что здесь очень чётко нужно отстаивать нашу государственную позицию, нашу национальную, скорее, позицию. То, что в интересах вообще в целом общества будет этот проект действительно реализован. То, что о публикации конкретных фамилий в комиссии, наверное, я здесь чуть-чуть комментарий дам, то, что там в мировой практике в той же. Состав этой комиссии, наоборот, очень тщательно скрывается и не называется. Скрывается? Да. То есть... Это во всём мире так? Во Франции, в Чи? Люди, которые приходят именно анализировать те же предложения, те же документы, их садят в закрытую комнату. У них есть... Это прям как суд присяжных. Почему? Вот рабочий офис, закрытая комната, в которой ты не можешь, например, своим телефоном пользоваться, чтобы у тебя эта информация, которая есть, она никуда не вышла. То есть и ты сидишь, и распечатанный документ смотришь, читаешь. То есть здесь очень, знаете, вот эти коммерческие условия этих контрактов, они имеют большое значение вообще в целом. И стоит, ну, я бы, наверное, сказал то, что не надо лиц этих людей в комиссии, как бы личности этих людей раскрывать. Алдермарза, вот вы смотрите, это ваша ассоциация развития атомной индустрии, которую вы сейчас возглавляете. Какую роль сейчас вы выполняете? Какие у вас интересы? У нас интересы. Очень большой интерес у меня, чтобы в Казахстане была атомная отрасль. Я свою карьеру, свою жизнь связал с этой отраслью. Мне она очень саму нравится, я ее люблю. То есть мне нравится, что она себя представляет и какие, наверное, люди в ней работают. То есть мне бы хотелось, чтобы большое количество людей, которые живут в Казахстане, чтобы они для себя посмотрели, может быть, им тоже интересно будет работать в этой отрасли. Там те же студенты сейчас могут обратить внимание на вектор своего развития в той же атомке. Потому что здесь это не обязательно быть физиком-ядерщиком только. Вообще отрасль она большая, но в том же Казахстане работает 22 тысячи человек. И там совершенно разные специальности. Господин Джакишев, он же тоже не последний человек в этой отрасли, но он почему-то открыто против АЭСа выступает. Я такого не получил понимания. Но он же говорит, что у нас больше надо ставку делать на газ, на ВИА. Вот почему-то он так начал выступать. Здесь, знаете, у каждого свое видение, свое мнение. Может быть, он сейчас плотно пересекается с какими-то газовыми проектами. У всех свои интересы, да, хотите сказать? Ну, здесь я не говорю про то, что там какой-то личный интерес и так далее. Просто он же не говорил, что он против АЭС. Говорил, я за энергетику, за атомную. Ну, есть нюансы какие-то. То есть, если там решение вопроса энергодефицита, как бы его стоит решать разными способами, включая газ. Да, вот сейчас... Энергодефицит — это та вещь, которую действительно нужно решать комплексно, что как бы и предлагается. АЭС, как мы назвали, там цифра была порядка 10%. И здесь такой момент, почему сталкивают лбами разные методы генерации? Почему, я не знаю, ВИИ выступают против АЭС. Там, вот Мухтар Яркенович выступает с газом, ну, как многие понимают, против АЭС, хотя на самом деле это не так. У страны должна быть возможность использовать все методы генерации. наибольшее количество вариантов, чтобы в нужный момент взять и это использовать. Как, зачем нам самим себя ограничивать? И, то есть, атомная энергетика, она никогда не выступает против каких-то других методов генерации. Говорят, нельзя это строить. Ну, как, у нас принято решение строить тест. Вы одного атомщика хотя бы видели, который выступает и говорит, нет, нельзя их строить. Поэтому здесь скорее стоит такое принять то, что нам нужны все методы генерации. И новые методы генерации тоже, там, я не знаю, которые используют альтернативные источники и так далее. Атомная энергетика, она как стабильная работает во всем мире, и она покрывает энергодефициты, и она осуществляет мультипликативный эффект. И здесь именно вся красота в комплексе вот этих факторов. То, что мы очень много можем сами здесь сделать. То, что у нас уже это все есть, и то, что мы готовы к атомной энергетике. Атомная энергетика у нас так или иначе, она будет, даже если на референдуме скажут нет. Почему? Потому что ее развивает Китай, ее развивает Россия, ее развивает Узбекистан. Соседние с нами страны ее развивают. И в случае, если у нас будет энергодефицит, мы откуда будем ее получать? Из соседних стран. То есть, но уже не по цене, которую мы у себя генерируем, а по рыночной цене. Ну, то есть, заработать на нас хорошо будет и так далее. Хорошо. Алдер Мурзар Ахмед за интервью. Я вижу, что когда я говорю там Уран, у вас прям глаза горят. Видно, что вы из этой отрасли в теме. Ну, естественно, я должна была эти вопросы задать. Это отходы, это безопасность, это касательно России, касательно рабочих мест, да, иностранцы, не иностранцы, сумма, не сумма, прозрачность. Рахмет за ответы данные вопросы. Друзья, мы продолжаем освещать тему АЭС. Сегодня у нас был спикер, который, в принципе, ответил, наверное, на те вопросы, которые появились в предыдущих нашем подкасте. Мы следующий подкаст будем уже писать в Алма-Ате. Там в Алма-Ате есть у нас тоже ядерщики, физики, противники АЭСа. Поэтому мы будем стараться давать ответы на максимально вопросы, на все вопросы, которые возникают у наших читателей. Читайте, подписывайтесь. Текстовый вариант сегодняшнего подкаста читайте у нас на сайте. Вот видео-аудио-версия будет у нашем канале. Рахмет Савбулназар. Скин Рахмет Савбулназар. 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 Продолжение следует...